В клубе здоровья прошло первенство центра внешкольной работы по становой тяге среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 23 лет. При выполнении становой тяги задействуется почти три четверти всей мышечной массы тела человека. Становая тяга наиболее впечатляющая из трех соревновательных дисциплин в пауэрлифтинге. В первенстве центра внешкольной работы по этому виду спорта в клубе здоровья участвовали 27 спортсменов, юноши и девушки до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет. У нас на базе трех клубов работают тренажерные залы. Это клубы Греция, Мечта и Здоровье. И традиционно наши замечательные педагоги работают с молодыми людьми и с девушками, которые приходят к нам в клубы. И, конечно, сегодня хороший выход показать себя, чему они научились, какова их физическая форма. Валерий Краснов занимается пауэрлифтингом два с половиной года. За это время спортсмен участвовал в соревнованиях различного уровня, как по становой тяге, так и троеборью. Также Валерий успел получить третий юношеский разряд по пауэрлифтингу. На первенство центра внешкольной работы по становой тяге молодой человек был настроен решительно. И не зря. Валерий взял бронзовую медаль в своей весовой категории. Сегодня я постараюсь выложиться на максимум. Мой максимальный вес будет 85 килограмм, наверное. Но постараюсь выполнить все три подхода и занять какое-нибудь призовое место. Я начал заниматься в тренажерном зале, чтобы у меня была красивая фигура, чтобы я был сильный, потому что это пригодится в жизни. Перед соревнованиями всех ребят взвесили и определили их весовую категорию. Каждый спортсмен трижды подходил к штанге. При этом от этапа к этапу вес увеличивали. Некоторые не справлялись с тяжелой штангой уже на втором подходе. Состязание по становой тяге стало для молодых атлетов настоящей проверкой на прочность и силу не только тела, но и духа. Все участники получили хороший соревновательный опыт, а также показали свою физическую форму. У нас уже на протяжении многих десятков лет проходят эти соревнования. Либо жин-лежа в штанге, либо вот становая тяга. Поэтому сегодня вот эти соревнования, они традиционные. И мы проводим их еще и для того, чтобы выявить лучших ребят, которые уже будут участвовать в городских соревнованиях, а потом уже поедут на уровень области. Победители и призеры первенства Центра внешкольной работы по становой тяге получили дипломы, медали, а также подарочные сертификаты в спортивный магазин. Спортсмены Икара показали высокие результаты на первенстве Нижегородской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Никита Терентьев удостоился серебряной медали, а команда девочек стала бронзовым призером. На областных соревнованиях воспитанники спортивной школы Икар были младше остальных участников. Но это не стало препятствием для саровских ребят, и они достойно показали себя наравне со старшими коллегами. С первенства Нижегородской области по легкой атлетике юные спортсмены привезли в саров серебро и бронзу. Я считаю, что результаты хорошие. Здесь пандемия, что очень много детей болело, а те, кто не болели, они только что после болезни приходили. То есть ослабли, тренироваться им тяжело, начинать после болезни тяжело. Но ничего, результаты говорят сами за себя. В первый день соревнований ребята пробежали три старта на 60, 400 и 1500 метров, а также выполнили тройной прыжок с разбега. Во второй день, кроме беговых дистанций на 200, 800 и 3000, спортсмены испытали себя в прыжках в длину с разбега. Народа было очень много. Каждый город Нижегородской области приводил команду, стоящую с 15-20 человек. Поэтому очень много было народа участников. Никита Терентьев пополнил копилку легкоатлетов и кара серебряной наградой в беге на дистанции 3000 метров. А юные бегуни боролись за медаль в упорной борьбе. Старт пришелся на 7 часов вечера. На всех сказывалась усталость. Но саровская команда из четырех девочек в эстафете 4 по 200 заслуженно стали бронзовыми призерами. В личном первенстве мы тоже результаты порадовали. Остановила личный рекорд на прыжках в длину в эстафете. Мы не ожидали, что мы будем третьими. Было много команд заявлено. Когда тренер сказал, что мы третьи, мы обрадовались. В планах у заслуженного тренера России Марины Мачкаевой выступить со своими воспитанниками младшего возраста на всероссийских соревнованиях в Республике Мордовия. Поэтому сейчас юные спортсмены готовятся к следующим стартам, которые состоятся в конце марта. Реконструировать хоккейную коробку «Сокол» на Куйбышево предложили депутаты Городской думы. Пятеро народных избранников выступили с инициативой внести поправки в бюджет и отремонтировать спортивные сооружения. Хоккейная коробка на «Соколе» была открыта в 2000 году и с тех пор ее ни разу не реконструировали. Сетка зияет дырами, состояние бортов тоже оставляет желать лучшего. Между тем, этот спортивный объект зимой пользуется большой популярностью. С инициативой внести корректировку в городской бюджет и предусмотреть выделение денег на реконструкцию «Сокола» выступил ряд депутатов соседних округов. Поправку обсудили на заседании планового бюджетного комитета. В администрации есть проект реконструкции хоккейной коробки. В ценах 2021 года он стоил более 18 миллионов рублей. С учетом индекса инфляции это уже свыше 20 миллионов рублей. Мы понимаем, что это существенная сумма для бюджета города Сарова. И при той ситуации, которую я озвучила ранее, при том, что есть риски неисполнения собственных доходов бюджета, администрации пока принимают решение, не в первую корректировку, следить за исполнением доходной части бюджета. В случае, если риски не обоснованы, можно это все включить в течение года. Кроме того, Департамент об дела молодежи и спорта поручили направить в Министерство спорта обращение для того, чтобы включить реконструкцию хоккейной коробки в государственные программы и получить софинансирование. Заметитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко дал поручение Минспорту России в связи с сокращением международных соревнований и сэкономленные средства направить на развитие спорта внутри страны. Поэтому вот есть у нас такая идея, предложение Министерства спорта попросить. 20 миллионов или более на условиях софинансирования. Поправку направили на согласительную комиссию, однако там она не прошла. Тем не менее, к 2023 году вопрос реконструкции «Сокола» обещают решить. Кроме того, депутаты отметили, что подобные спортивные объекты должны появиться в разных частях города. Работу в этом направлении необходимо продолжать. В завершении февраля в Орле прошло первенство России юношей и юниоров про копашному бою. Воспитанник спортивной школы «Кар» Андрей Малыгин занял второе место в группе юниоров 18-21 год, весовой категории свыше 97 килограммов. В спортивную школу «Кар» ребята приходят активными и непоседливыми мальчишками. А спустя несколько лет усердных занятий родители просто не узнают своих малышей. Это целеустремленные, ответственные юноши с характером. «Борьбу у нас идут где-то с 10-12 лет. А мы с этого года решили набрать с 7-8 лет. Посмотреть, а потом делаем отбор, чтобы выше другие группы, выше спортивное совершенствование. У нас все так идут. Сначала маленькие, маленькие в одной группе, в другой, в третьей, и потом уже выступают на крупных соревнованиях». У ребят есть возможность принимать участие в открытых коврах, соревнованиях внутри секций. Чтобы достигнуть и поддерживать оптимальную физическую форму, ребятам необходимы все тренировки. В случае пропусков нужно заниматься самостоятельно. «Бег, во-первых. Кросс они проходят. Зимой на лыжах бегают в основном. Плаванием занимаются. В основном вот эти виды спорта такие. Это наши подопечные всегда. Бег, плавание. И игровые виды спорта. Футбол, баскетбол – это обязательно у нас». Воспитанник спортивной школы ИКАР, неоднократный победитель первенства Евразии Андрей Малыгин, успешно выступил на первенстве России в Орле. Занял второе место. Это был пятый раз, когда он участвовал во всероссийских первенствах. В предыдущие года спортсмен также становился призером. «Я выступал в возрастной категории 18-21 год. На соревнования приехало 57 регионов. Вся страна была около 1300 участников. У меня весовая категория большая, то есть свыше 97 килограмм. И поэтому все крупные довольны. Все тоже в очень хорошей форме». В возрастной группе 16-17 лет борцы ИКАР продемонстрировали высокий уровень подготовки. Хоть и остались без призовых мест, любые соревнования – важный этап в карьере спортсмена. Это способ показать себя, узнать, на что способен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова